здравствуйте дорогие наши художники продолжаем расписывать нашу доску с помощью яичной темперы для этого мы с вами делали яичную эмульсию и теперь нам нужны пигменты я использую вот такие сухие пигменты вот у меня их тут целый набор есть пигменты дорогие натуральные есть пигменты искусственные подешевле я люблю подешевле ну потому что дорогие натуральные мне не по карману и у искусственных пигментов то есть что значит искусственно это значит что здесь в порошок раздроблен искусственный камень а не натуральный так вот у искусственных пигментов у них есть один недостаток там попадаются крупные песчинки поэтому для того чтобы писать красивой и гладко пигмент сначала нужно подготовить вот эти пигменты у меня уже перетерты но у меня вот есть три новеньких я все время себе добавляю какие-нибудь цвета которые я сейчас покажу как перетереть есть два способа перетереть пигменты ну наверное конечно их больше но я использую два у меня есть вот такой пестик и ступка для перетирания специй но конечно никакие специи я здесь нет ру а только исключительно всегда пигменты чтобы у меня специи не подмешивались пигменты ну вот давайте начнем например с небесно голубого высыпаем и начинаем перетирать и так очень тщательно чтобы у нас получился прямо порошок это один способ если у вас нет такой ступки и пестика то можно делать это на орг стекле тоже высыпаем наш пигмент и на орг стекле можно добавить капельку воды он тогда будет лучше перетираться вообще знаю некоторые художники сразу делают пасту то есть добавляют пигмент воды и не сухим его оставляют с помощью стакана мы точно также но на орг стекле перетираем но мне больше нравится оставлять порошком то есть я лучше потерплю скрижетание ой телефон не выключили лучше потерплю скрижетание камней и у меня останется сухой порошок чем вот такая паста мне так не очень нравится потому что я сухой лучше развожу лучше контролирую чем уже такую виде краски даша мне нужен еще мастихин ну и когда мы перетерли мы все складываем обратно в баночку кстати если вода испарится вот из этой пасты то пигмент снова станет сухим пигменты продаются в специализированных художественных магазинах прям так и спрашивайте сухие пигменты их можно использовать не только для росписи по дереву это в принципе они используются для изготовления разных красок люди делают сами гуашь темперу все что угодно масло самостоятельно для этого просто нужны свои при сухие пигменты это по сути перетертый камень здесь у нас порошочек тоже его сыпаем видите в сухом виде даже более понятен свет чем в пастообразном вот только сейчас включил ну конечно когда я рассказала все самое интересное о кстати я сейчас историю еще расскажу когда ты будешь мои руки снимать начинаем раскрывать нашу хотела сказать икону наш герб и нам для этого нужна палитра это заливка шины кусочек доски я вам показывала в самом первом видео наша эмульсия кстати не надо в банку лезть кисточкой отлейте ее себе чуть-чуть в отдельную поверхность потому что пару раз вы залезете кистью банку и все она у вас прокиснет вода для кистей для промывки и наши сухие пигменты кисти нам нужны самые мягкие из всех что у вас есть в идеале это конечно должны быть натуральные кисти белка может быть пони волк коза все что имеет очень очень мягкий ворс потому что жесткие кисти типа колонок синтетика щетина они очень сильно тянут краску а нам нужна мягкость чтобы как лак краска ложилась слой за слоем и так раскрывать наше изображение нужно начиная с самых больших поверхностей ну я придумала что у меня вся поверхность будет голубая потому что у меня тут пчела сосны растут это все на фоне неба как будто бы находится поэтому я не буду оставлять всю поверхность белая сделаю и голубой для этого у меня есть как раз вот такой небесно-голубой краски можно смешивать кстати сейчас мы посмотрим как он выглядит на палитре если у меня устроит я оставлю чистый цвет и так мы макаем кисть воду подцепляем наш пигментик и разводим на палитре мы размешали и теперь мы в пигмент с водой добавляем нашу эмульсию эмульсия нужна для клейкости то есть она выполняет роль клея в нашей краске потому что если вы просто нанесете на доску сухой пигмент с водой он у вас при высыхании полностью слетит его сдует у вас останется чистая доска а вам нужно чтобы краска затягивалась в левказ и начинаем потихонечку наш голубой наносить роспись по заливкашиной доске или вообще по заливкашиному дереву это очень многослойная история каждый слой должен сохнуть сутки но слой это вещь очень условная то есть это не так что вы прям сидите и считаете вот один слой а вы почувствуете когда у вас начнет краска тянуться проплешины таки остав оставаться это значит все уже по этой поверхности сегодня писать нельзя и нужно сушить до следующего дня сначала мы делаем это очень очень тоненько прямо оставляя вот такие просветы потом это все конечно закроется и будет такого однотонного голубого цвета когда мы доходим до мест где у нас идет стыковка с другим элементом мы переходим просто на тоненькую кисточку писать по заливкашиной доске таким образом что вы сначала делаете заливку например всего голубого а потом сверху пишите элементы так не получится это но у вас во первых краски будут смешиваться друг с другом и давать другой цвет а во вторых у вас тогда появятся ненужные лишние слои а нам это тоже ни к чему поэтому писать надо встык друзья что хотела рассказать в общем я в своей жизни сменила несколько профессий и какой бы я профессии не занималась от первой самой до каких-то промежуточных профессий обязательно находился человек который мне начинал рассказывать что я на эту профессию не имею никакого права как будто знаете как будто вот есть какое-то официальное разрешение кем-то быть как будто одного того что у тебя хорошо получается и люди готовы тебе за это платить как будто этого недостаточно меня это очень удивляет если эти люди запрещают мне что-то делать да а я для них я в их судьбе никто то я могу себе представить сколько всего они запрещают себе это же как так жить то чтобы не делать то что тебе хочется это же жить и мучиться у нас тут оператор малограмотный сказал слова раскрашивать это называется не раскрашивать это называется раскрывать говорите правильно раскрашивать раскрашивают дети раскраски а мы наше изображение на доске раскрываем но это даже не с тем что мы такие важные а просто это как-то уважительно к своему труду с любовью очень как жить то без любви знаете же такой анекдот на приходит приходит мужик батюшки говорит батюшка а секс без любви это грех батюшка ему говорит додался вам этот секс все без любви это грех друзья я не знаю что вам сказать о ценах на пигменты я дорогие пигменты не беру если мы говорим вот об этих дешевых не дешевых они тоже не дешевые об этих недорогих искусственных пигментах то какой-то из них может стоить 100 рублей за баночку какой-то 300 какой-то 500 какой-то 1200 1500 например малахит искусственный даже искусственный малахит очень дорогой если мы говорим про натуральные пигменты то они стоят где-то от 2000 ну то есть то что в искусственном варианте стоит 100 рублей в натуральном стоит 2000 и выше там практически до бесконечности потому что в принципе если вы саудовский шейх и вдруг решили заняться живописью темперной яичной то вам могут покрошить и бриллиант при желании будете им какой-нибудь блеск добавлять я не знаю да да у даши есть рубины она говорит давай мы с тобой рубинчик один покрошим на это конечно очень смешно что вручную вы ничего не покрошите вам нужен промышленный пресс вы несколько я не знаю чего сотен тонн который сможет вам растереть камень в порошок жалко но и ты можешь поэкспериментировать что вдруг тебе удастся да если у вас волосинки попадают вы можете их сразу убирать и можете их оставить они при высыхании очень легко даже пальчиком вот так снимаются и для такс у нас же тут такс я купила вот такую английскую красную но все равно я же не знаю как она будет выглядеть мне надо подумать сможет ли моя такса быть такого цвета поэтому я ее попробую на палитре обязательно с эмульсией потому что без эмульсии не тот цвет не точный я пробую на палитре и посмотрю когда высохнет как будет выглядеть мне кажется темновато надо будет все-таки цвет мешать рыжимки добавить него ну и давайте кстати нам мешаем кто нам мешает например у меня есть охра красная я подмешаю туда охры красный кстати смешиваете всегда сначала с водой и чего еще добавить я не знаю окры еще кондит охры желтенькой золотистой но окры золотистый надо совсем чуть-чуть мешайте с водой а когда пробуете на доске добавляйте эмульсию кстати если вы закончили писать и оставляете палитру немытой вот этот цвет высохнет но его завтра можно будет размочить и повторно использовать просто водичка и потом эмульсии не знаю тоже какой-то неблагородный красненького на вот у меня есть красная охра у красненького как киноварь или красненького как охра киноварь киноварь она да она в общем сухие пигменты они тоже не смешиваются и так уж идеально живописно они потом начинают на доске слоится и один вылезает наверх всегда и конечно это только ваши эксперименты вам помогут определить какие пигменты вылезают вот всегда вылезает белый белила всегда вылезает вот этот вот знаете сложный такой белый у меня есть охра вензорская вот я ее не люблю потому что она всегда лезет наружу и всегда вылезает киноварь а еще изумруд вы ничем не вытравить и если вы его в зеленый вмешали все у вас он будет лезть наружу поэтому изумрудного надо всегда очень очень мало вот понимаете вот на палитре лучше поэтому я думаю что на самом деле тут просто несколько слоев дадут этот эффект такой благородной рыжины да вот такой получается мы смешали английскую красную охру красную и немножечко золотистой охры и получили вот такую рыжую таксу да и я к сожалению тоже не знаю чем мы будем заканчивать наше видео поэтому на всякий случай я с вами прощаюсь мы закончили обзор этой несложной технологии левкашение доски и изготовление яичной темперы и возможно я вам покажу уже готовый результат а может быть покажу еще промежуточный когда был будет несколько слоев и покажу как работать темперой на более или менее уже таком наслоенной поверхности а с вами была екатерина лакутина увидимся в следующих видео в следующих видео